Приморская столица затоих вдыхание ждет премьеру нового циркового шоу Геи Эрадзе «Пять континентов». Владивостокскому зрителю хорошо знакомо творчество короля Манежа, и сейчас продюсерский центр Геи Эрадзе представляет абсолютно новое шоу, собранное из самых масштабных и зрелищных номеров и аттракционов. В программе, безусловно, будет очень много животных, тигры, леопарды, пантеры, лигры, медведи, лошади, бетоны, канадские бизоны. Безусловно, будет очень много акробатических номеров, жонглеры, воздушные гимнасты, это большое первочасовое шоу, костюмированные, эксклюзивные костюмы. Мы сегодня в Владивосток вывезли 17 фул, это состав поезда, трупа состоит из 120 человек, это огромный, один из лучших цирковых коллективов нашей страны. Участники проекта завоевали более 20 международных наград. Пять континентов – это настоящая феерия, на Манеже, в которой задействовано 120 артистов, невероятное разнообразие животных, огромное количество костюмов. Искрометный, талантливый, экспрессивный, заслуженный артисты Российской Федерации, клоунский дуэт Лады Александр-Сернацкий, обладательница титула принцессы российского цирка Татьяна Махортова, Алексей Екатерина Плотникова, заслуженный артисты России Наталья и Андрей Широкаловы, которые являются рекордсменами по количеству высших международных наград. Я 25 лет отдала этому искусству и до сих пор не имею детей. Как вы думаете, как я отношусь к этим животным? Я, конечно, их люблю, но вы это увидите, когда я буду в работу, у меня может упасть эта палочка, там стейк, я его называю, фарпайчик, лошадиный, который падает, им даже все равно, что он упал. Самое главное – это то, что ты чувствуешь, то, что ты передаешь, что ты им даешь и как они себя ведут. Когда это леопард, например, тебе падает в ноги и ластится, я думаю, вы все это увидите, и это не скрыть, как мы относимся к животным. Идея шоу – путешествие через разные города, страны и континенты нашей многоликой планеты. В перерыве между репетициями артисты презентовали фрагменты программы приморским журналистам. Все смотрится невероятно ярко, масштабно, эмоционально завораживающе. Ведь за каждым цирковым шоу стоят годы репетиций, труд артистов, дрессура животных и их адаптация к манежу выступления. Примерные представления о Владивостокском цирке пройдут 11 и 12 июня, далее по четвергам, субботам и воскресеньям до 4 сентября. Анна Дьякова, Денис Вадеев, Новости на Восьмом.